Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы будем готовить традиционный классический марокканский тажин. Я подготовила продукты для нашего традиционного марокканского тажина. Напомню вам, что в разных городах Марокко он готовится по-разному. Для того, чтобы вообще начать готовить тажин, нужно сначала курочку промариновать. Скажу вам такой секрет, секрет курочку. Прежде чем мы начинаем готовить тажин, обязательно сзади нужно ее обрабатывать лимоном. Вот в такой миске стеклянной, прозрачной я сейчас буду готовить специальный маринад. В принципе, когда вы приготовите этот маринад, он называется так красиво по-мароккански шармуля. Когда вы его приготовите, вот именно в этом маринаде вы можете хранить в холодильнике. Прежде чем я буду перекладывать курицу, я сначала подготовлю маринад. Что нам для этого нужно? Сначала я насыплю все по ложечке. Вот здесь у меня курочки получается где-то на три персоны. Тажин будем готовить на три персоны. Поэтому ложечка куркумы. Все по ложечке. Ложечка имбиря. Чайная ложка. Ложка соли. Ложка тмина тертого. Я так щедро. Черный перец. Молотый. И красную паприку я положу чуть-чуть побольше. Корочка любит красную паприку копченую. Это мы все заливаем растительным маслом. Сейчас сюда еще нужно обязательно чесночок. Обязательно выдавливаем чеснок. Естественно, предварительно почистили, помыли, потому что заранее все это сделали. Выдавливаем чеснок. Будет очень такой хороший маринад. Так, смешаем это все. Посмотрите, вот такой у нас получился маринад. Запах изумительный. Очень вкусный запах. И сейчас мы сюда погрузим курочку. Вот так. И потом ее смешаем. Такие средние, небольшие кусочки курицы. Так, чтобы было удобно на порцию. Смешиваем. Хорошенечко все смешиваем, чтобы курочка погрузилась. Практически, чтобы она погрузилась. Вот так. Вот так. И откладываем в стороночку. Так, дальше. Я уже вам говорила, что мы сегодня будем готовить на воке. У меня вокс-отейник. Я хочу вам сказать, что если... Я уже говорила, что если у вас нет тажина традиционного, национального... Вот он выглядит вот так. У меня в данном случае из нержавеющей стали такой тажин. Традиционный классический тажин, он керамический. И, конечно же, в нем получается блюдо очень вкусно, на углях. Я выбрала вокс-сковородку. Она из семи слоев металла. Здесь тоже эффект духовки, эффект печи, эффект, как на углях вы будете готовить. А вам, если у вас нету, если у вас обычная сковорода, найдите сковороду с крышкой и с утяжеленным дном. В данном случае у меня сотейник вок. Это айкук. На дно, буквально таким зигзагом, растительное масло. Чуть-чуть. Теперь мы выкладываем лук. Половиночку, вот мысленно половиночку. Делаем такую овощную подушку. И сейчас мы выкладываем курицу. Сейчас мы выкладываем курицу. Выкладываем так курочку, чтобы у нас получилось, как купол. Я не хочу руки пачкать, но вот так вот мы закладываем, чтобы у нас было ближе к серединке. И вот оставшимся маринадом мы это все зальем. Теперь мы как бы своего рода делаем одежку. Одеваем одежку на нашу курочку. Выкладываем лук полностью и формируем вот такой тоже мнимый купол. Это очень важно. Так, чтобы у нас конической формы было. Теперь выкладываем морковочку, брусочками, вот так. И оставлю ближе. Где-то 4 сантиметра. Вот вы видите, как у меня нарезана морковь. Я, конечно, можно произвольно выкладывать, как вам удобно. Но я немножко придерживаюсь, мне хочется это сделать эстетично, красиво, чтобы в итоге наше блюдо получилось и красивым, и вкусным, и радовало глаз. Вот так мы выкладываем. Как если бы вы хотели бы разжечь костер, как бы вы выкладывали дрова. У меня почему-то ассоциация именно с этим. Поэтому выкладываем. Вот так. Уже всю морковочку я доложу. Ровно одна морковочка уходит сюда. Вот такая вот у нас получилась красота. Вот здесь вот вы видите, как будто ощущение, как будто вулкан и кратер. Сюда мы заложим, сюда мы заложим вот так лавровый лист. Помидорки мы вот так вот. По краю чуть-чуть буквально. А в основном положим в серединочку. Вот так помидорки. Весь сок. Никуда не деваем. Всё сюда. Вот такая красота у нас получается. Теперь мы выкладываем картошку. Картошку поверх моркови. Тоже придерживаемся такого же принципа. Я напоминаю, что у нас здесь две картофелины. Вот так. Можно нарезать кругло. Можно нарезать. Правда, вот если вы нарезаете ни кругло, ни продолговато, если вы уже решили что-то по-другому, это уже не та же. Поэтому очень важно нарезать именно так. Таким образом. Вот так немножко прижимаем картошечку, чтобы у нас вот купольно всё было. Теперь мы перец болгарский выкладываем. Тоже по этому же принципу. Я знаю, что когда вы это приготовите в домашних условиях, вам это очень понравится. Это очень вкусно. Я вообще не особо люблю приправы, но вообще, знаете, вот через это блюдо я открыла для себя просто красоту тажина. Сейчас я вот горсточку, вот так, горсточку закладываю сюда. Изюм. Вот так. Немножко горошек. Изюм немножко побросаю по краям тоже. Так, горошек тоже вот в серединочку мы побросали и немножко по краям. Так, чернослив. Чернослив, вы даже представить себе не можете, насколько пряно, вкусно получается. Именно вот томлённый, запечённый чернослив. Сейчас я добавляю маслины. Опять-таки сюда сначала, вот в этот кратер наш такой вкусный. Закладываем сюда, вон внутрь. И по краям. По краям. Вот так. Вот так. Перец чили. Вот сюда для красоты и для остроты. Сначала кинзочкой мы вот так вот посыпем. И доукрасим лимоном. А теперь мы вот так выкладываем лимон. Так, равномерно распределим его. Так, чтобы у нас везде его хватало. Много его тоже не нужно. Даже если у вас половинка лимона, его хватает вполне. Вот так. Так как здесь много слоёв металла, я сюда в воды много не добавляю. Но если вы готовите его обычным способом, в тажин обычно воду добавлять нужно. Я чуть-чуть, буквально чуть-чуть. Вот так. Добавляю водички. И немножко присолю. Курочка-то у нас солёная, как бы подсолена. А вот сверху продукты не подсолены. Всё. И мы сейчас отправляем наш великолепный тажин на газ. Здесь вот такая красота получилась. Сейчас мы накроем крышкой и поставим его на газ. Вот так наш тажин. Ставим на средний огонь, небольшой. И накрываем крышечкой. Всё, будет готовиться час на медленном огне. Наш тажин готов. Посмотрите, какая красота. Вот, не должно быть воды. Это однозначно не должно быть воды. Вот он такой красивый, наваристый, вкусный. И мы его сейчас... Тажин из курицы. Всё приготовилось очень вкусно. Замечательно. Сейчас я буду пробовать. Приятного вам аппетита. Великолепно пахнет. Пробуйте с любовью для своих близких. И вы будете довольны. Пишите в комментариях. Ставьте лайк, если вам понравилось. Я буду всегда вам рада на моём канале. Удачи вам!